Для любого болельщика со стажем эта кассета – настоящее сокровище. Запись хранит ценные кадры того самого золотого матча в Пензе с дизелистом, когда армейцы оформили выход в РХЛ, на тот момент выше дивизиона отечественного хоккея. Этот этап по праву считается одним из самых важных в истории хабаровского хоккея. И сегодня в нашем ретро-выпуске мы вспомним именно его. Февраль 96-го. Команда СК «Хабаровск» под руководством молодого тренера Александра Блинова выходит в переходный турнир «Зона Сибирь-Дальний Восток». Победа на этом этапе откроет хабаровской дружине путь на всероссийский финал первенства страны, где между четверкой сильнейших и развернется главная борьба за путевку в РХЛ. Произойдет это еще через пару месяцев, а пока хоккеистам СК нужно брать очки в Норильске у основных соперников. Игра такая очень серьезная, им надо было обязательно выигрывать. И Юра Фемин поехал на смену и просто, можно сказать так, шайбу вбросил он ее туда, в зону к ним. И поехал меняться. И приезжает на лавку, его все поздравляют, обнимают, кричат, целуют. Мы понять ничего не можем. Короче, шайба полетела и залетела в ворот. Это был первый шаг на пути к элите. Помимо хабаровчан, участниками всероссийского финала тогда стали Челябинский Мичел, Хакалипецк и дизелист из Пензы. По регламенту турнира каждая команда должна была провести друг с другом по одной игре в каждом городе. Первые матчи состоялись в Хабаровске, и этот этап хозяева выиграли за явным преимуществом. Впрочем, как и следующий. Затем было второе место в Липецке и, наконец, самый важный тур в Пензе. Именно там армейцам предстояла решающая битва. Тот самый золотой матч. Это уже главный матч сезона. Встреча пензенской команды дизелист и армейцев Хабаровск. Очень тяжелая такая игра была. Все ребята, помню, как вот сейчас, помню, все вышли там вообще без сил после этой игры. Все ложились под шайбу. У нас небольшая такая уж и скамейка была, как говорится, игроков. Ну, выдержали это, как говорится. Первые два периода хабаровчане провели чаще всего играя втроем против пятерых соперников. Поэтому неудивительно, что с такой поддержкой судейства счет открыли игроки дизелиста. Было это уже на третьей минуте встречи. Но в середине второй двадцати минутки после броска Сергея Ясакова Игорь Горбенко подарил Хабаровску путевку в РХЛ. Собрался бросать, бросок, гол! Вот этот долгожданный гол. В численном большинстве играли армейцы. Было маленечко как бы со стороны судейства все равно на перекос в сторону хозяев. Но тем не менее, эти моменты ребята очень здорово выстояли. С синяками и шишками все, естественно, вышли, но это никто не замечал. Все бились до последнего. То есть только свисток сделался, вот тогда уже все. Была радость, ну, вообще невероятная. То есть мы шагнули на ступени выше. Один-один. Армейцы сыграли в ничью и стали чемпионами России. Радость их беспредельная. Впрочем, с финальным свистком борьба за повышение в классе не закончилась. Команды Запада откровенно не хотели видеть СКА Хабаровск в элите. За дело пришлось браться политикам. Активное участие в решении вопроса принял глава правительства Хабаровского края Виктор Ишаев. Помочь армейцам он просил даже Виктора Черномырдина. И премьер-министр не отказал. Так можно сказать, вопреки всему, команда Александра Блинова была включена в число участников чемпионата РХЛ. Но при одном условии. Хабаровчане должны оплачивать обратный проезд всем командам, прилетающим на игры. Самое главное, тогда вышли, выполнили задачу. Потому что нас долго Москва уже, помните, не пускала. Мы там, например, занимали до этого сезона, мы там, например, занимали, ну, пускай, там, третье место, когда там, например, Магнитка или Тюмень, там они заняли ниже нас. Их запускает нас нет. Дебют в элите Александр Кощеев с партнерами встретили с новым титульным спонсором. Им стала артель старателей Амур. И, соответственно, с новым названием к аббревиатуре СКА добавилась Амур. Но главное, все хоккеисты из той золотой команды получили народную любовь. А еще звание мастеров спорта. Не остался без награды и их наставник Александр Блинов. Почетное звание он тоже получил, но не сразу, а спустя 11 лет. Именно к тому моменту у Блинова набрался необходимый трудовой стаж. В мае этого года Александр Блинов отметит 38-летие в системе Хабаровского клуба. Все эти годы воспитанник Новокузнецкой школы хоккея помогал любимому виду спорта обретать популярность в столице Дальнего Востока. Когда я сюда приехал в Хабаровск, я был очень удивлен. Я вижу, все идут с клюшками, хоккей с мячом, закрепленными. То есть для меня такая, думаю, ничего себе. У нас все ходили вот с такими клюшками, с хоккейными, здесь ходят такие. Здесь был очень сильный ажиотаж с хоккей с мячом. Это что-то, и я сам ходил сколько раз. Сейчас в те времена Александр Серафимович вспоминает с улыбкой и часто пересматривает любимые фотографии. Вот они в форме с эмблемой, которую сами рисовали на экипировке с помощью трафарета. А вот пятилетний Саша Блинов делает первые шаги на открытом катке в родном Новокузнецке. У некоторых снегурки были, у меня были ласточки. То есть у снегурки было там завернутый такой носочек, а у меня было как у ножа такой длинный. У меня почему-то она ласточка называлась. Вот я возьму брусок, наточу их, примотаю к валенкам и пошел. Спустя почти шесть десятков лет Александр Серафимович все так же выходит на открытый каток с такими же ветеранами. Играют с кем придется. Этот матч они провели с любителями в Переяславке под руководством самого Александра Могильного. Команды попросили постоять, подсказать, быть вместе. Но не более того, им тренер не нужен, они все там половина тренеров. В своих интервью президент Амура не раз отмечал, что больше не испытывает ностальгии по карьере игрока. Но таких как Могильный среди ветеранов все же единицы. Чаще всего прежние кумиры бережно хранят все, что связано с их игровым прошлым. Яркий пример тому экс-форвард Скахабаровска, ныне администратор хоккейного клуба Алексей Маркин. Вот уже 25 лет он выходит на лед в одних и тех же коньках. Я в свое время как встал на пластмассовые коньки, как привык, так уже и менять уже нет смысла. К новым сейчас привыкать надо, а эти уже они родные все. То ребята заканчивают и уходят вообще от спорта, даже многие как бы и теряются в жизни. Тем более спортсмен, он же, как вам сказать, уже есть такая как бы поговорка, вот закончил спортсмен профессиональную карьеру, это как маленький ребенок вот вывели из дома на улицу. И мы так же, потому что у нас кроме этого ни профессии, ничего не было. Сегодня герои того времени в основном продолжают трудиться на благо хабаровского хоккея, занимаются с детьми в дюшке или как Александр Кащеев и Олег Филимонов работают тренерами в молодежной команде «Амурские тигры». Кстати, легендарный вратарь тоже успел вписать свое имя в историю. В его карьере 51 сухой матч и 12 из них в элите. Не один вратарь решает исход матча. Очень много помогали полевые игроки, защитники в частности, так что сухие матчи нужно делить на всех игроков. Последний официальный матч в карьере Олег Филимонов провел в 38 лет, а после продолжил работать с вратарями основы. За 19 сезонов в дальневосточном клубе он видел разных голкиперов, но до сих пор особенно вспоминает канадца Тайлера Мосса. Мосс был специфический человек, он эмоциональный, в нескольких случаях расскажу, он постоянно ломал клюшки. Руководство выписывал, я один прекрасный момент сказал, я говорю, Тайлер, каждая клюшка стоит 50 долларов, сломал, зарплаты будут вычитаться. Ну и вот он ломал, ломал, ему приходили счета, это все, да это командный штраф ты, ты имущество понимаешь, и потом уже у него движение было, оп, стоп, 50 долларов видимо в голове срабатывало. Тайлер Мосс, Якуб Петружалик, Мика Мяемпе, Дэвид Линк, Алексей Мурыгин, Александр Осипов, Сергей Плотников и многие другие. Эти игроки тоже в своем роде герои, ведь благодаря их усилиям неизбалованные хабаровские болельщики видели матчи плей-офф. Круз не играет, окей. 2017 год для хабаровского хоккея особенный, так как юбилейный. Ровно 60 лет назад, в 1957-м, при спортивном клубе ДВО была создана команда «Залп», игроки которой позже стали основой СК. Вплоть до того самого знаменательного сезона, 95-96, команда выступала во вторых-третьих дивизионах чемпионата СССР, РСФСР и зональных соревнованиях. Ребята из нынешнего Амура сегодня творят новую историю, а вот будет ли она достойной того, чтобы вспомнить о ней через много лет, это мы уже узнаем, возможно, в грядущем чемпионате. С вами была Анна Иванова и про хоккей. Как обычно, увидимся ровно через неделю в это же время на телеканале Дельта ВТНТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин